Эврикон Свои костюмы косплееры продемонстрировали во время одиночных и групповых дефиле. Устроив из обычного показа небольшие представления. К тому же посетители могли пообщаться с актером дубляжа Всеволодом Кузнецовым и взять у него автограф. Ощущения такие несколько сжимательные, непривычные. Я никогда не присутствовал сразу в круговороте таком огромном красных мирот. Поэтому все интересно. В павильоне располагалось более двух десятков фанатских стендов по различным фэндомам. Любой желающий мог приобрести интересующий устав, сфотографироваться с косплеерами, представлявшими эту вселенную, и поучаствовать в конкурсе. Это стол ученого. Мы предполагаем, что он путешествовал в каких-то мирах, добывал какие-то удивительные вещи, снадобья, экспериментальные лампы. Ну и, собственно, это модель стола такого человека. Среди косплееров можно было встретить самых неожиданных персонажей из разных фэндомов. Я дружище Христос. У меня такой костюм, потому что это пик моды на небесах. Все сейчас так ходят. Причем чем-то круче, чем ярче у тебя красный цвет. Поэтому я в топе. Эврикон проводится уже не в первый раз. И с каждым годом масштабы мероприятия растут. Увеличивается и количество участников. Я вот и все что-то делаю. Такие классные штучки. Все хочется потрогать. Такое настроение веселое. Еще люди тут ходят. Все тоже такие жиряженные, наряженные, как и мы. В общем, всегда есть действительно праздничное настроение. В рамках фестиваля прошли презентации комиксов «Бабл» и «42». Была представлена серия книг «Литр ПГ» от издательства «Эксмо». С представителями компаний можно было пообщаться в конференц-зале выставочного центра. С названием «Зонный паладин». Страшное название. Я понял, что мне надоело писать добрые светлые сказки. Я решил написать такую трэшовую книжку. Своими впечатлениями от конвента поделился участник стенда по вселенной «Доктор Кто». Много людей, масса положительных эмоций, новые знакомства, встреча со старыми друзьями. И, конечно, безграничное количество положительных эмоций, которые ты получаешь на хозяйстве. Организаторы заверили, что «Эвриком» обязательно состоится в следующем году. Так что у всех, кто не смог попасть на конвент в этот раз, еще будет возможность его посетить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова